Пищевая кукуруза И о технологии выращивания. Чем эта технология отличается от выращивания обычной традиционной кукурузы, которая идет на корм животным? Особенности. Гибрид, который мы сейчас производим для продажи как семенной материал, это жемчуг Кубани. Слово само за себя говорит, что должна быть доля эндосперма прозрачного, стекловидного, высокая. Жемчуг Кубани. Районированный гибрид на Северном Кавказе. Выглядит вот таким образом, что зерна имеют долю стекловидности более 90%. Это нужно для того, чтобы выход крупы был высоким. Потому что на крупных машинах, чем меньше мучнистой части, тем больше получается крупинок. То есть крупной доли. Крупинки начинаются по разным фракциям. Если брать манку, то это меньше миллиметра. А если уже брать номерные крупы, то диаметр должен быть 1,5, 2, 3. И в соответствии с диаметром есть соответствующие стандарты. Поэтому с нашего жемчуга Кубани можно производить и муку, и крупу любого номера. Особенности пищевые в том, что он проверен на мука, на хлебопеченье. То есть можно производить из нее любые хлебные изделия. Это песочное тесто означает тесто для печенья, для тортов. И даже вот хлеб, который мы делаем дрожжевой, выдерживает 20% добавления муки из жемчуга Кубани. То есть получается от этого, что хлеб не уменьшается в объеме, но улучшаются пищевые его качества и срок хранения. Можно такой хлеб спокойно неделю хранить, и он не черствеет. При добавке 20% муки из вот этого гибрида. Ну а кашу вам объяснять долго не нужно. Это манка очень хорошего вкусового достоинства. И крупы, которые более высокого качества. Мы даже одну из них назвали королевская каша. Это из белой крупы делается каша по рецепт, не рецепт народов Кавказа. Они ее еще потом превращают в твердую, что ее можно резать ножом, по-разному называется, паста там и так далее. В зависимости от того, какой народ. А мы ее едим в горячем виде. Вот. Она имеет неповторимый вкус. Ну, вкус это да. Вкус мы сохранили тех сортов, которые здесь на Кавказе были созданы местными народами. Путем многолетнего отбора. Потому что гибрид состоит обычно из... Наш вот. Состоит из двух или трех линий. И все эти линии выведены из местных сортов. Ну, с Грузии у нас был материал. Из Кабардино-Балкарии. Из Сербии. И из Адыгеи. Сейчас уже вот в этом початке заложена линия из Адыгеи. То есть, можно сказать, что вкус мы сохранили благодаря тому, что брали местные сорта. А качества агрономические гораздо улучшили. Потому что урожайность местного сорта в сравнении с гибридом, ну, в два раза ниже. Как минимум. Вот. Этот жемчуг Кубани в условиях благоприятных может обеспечить 70-80 центнеров зерна зектара. В засушливые годы 50 центнеров зектара. Агротехника, вот, по особенностям, если вы спросили, мало отличается от обычной кукурузы. Что касается обработки почвы, удобрений. Ну, а норму высева следует все-таки держать ниже. Вот. Ну, не более 40 тысяч растений мы рекомендуем. Ввиду того, что сейчас и Красодарский край, а Ростовская область и раньше становятся все более засушливыми. И Ставрополье тоже. Вот. Это первая причина, почему 40 тысяч. Вторая. Все-таки Склондакс к полигане еще осталась. Это остаток слабости стебля местных сортов кавказских. Дело в том, что они создавались в горных местностях. Там ветров мало. И растению не нужно было создавать прочность и сильно стебель, который выдерживает ветровую нагрузку. Мы когда перенесли это все на равнину, а ветры у нас здесь сильные, Армавирский коридор, пришлось отбирать линии, которые более-менее устойчивые, выдерживают до уборки состояние стебля вертикально. И вот жемчуг кубани у нас, можно сказать, уже довольно устойчивый. Но для гарантии, чтобы вообще не было никакого поляня, лучше всего 40 тысяч растений к уборке. Чтобы добраться, сроки сева те же самые. Даже белая кукуруза более холодостойкая. Ее даже можно чуть раньше сеять, чем обычную желтую зубовидную. То есть на недельку. Даже на недельку. Ввиду того, что оно происхождение горное. А в горах, как мы знаем, весна всегда поздняя. И естественно, там естественный отбор привел к тому, что зерно прорастает при температуре не 10 стандартных 12 градусов почвы, а может быть даже 8. Это мы не измеряли, это визуально видно. Когда мы сеем на научном поле все наши линии. И желтые, и зубовидные, и белые, кремнистые, и другие подвиды. Первыми происходят всходы от белой кукурузы, от ее линий, от гибридов. То есть пищевая белая всходит первая. Стало быть, она самая холодостойкая. При температурах, которые невысокие, растения растут. Вот это вот, что касается пищевой белой кукурузы. Итог какой. Гибрид прекрасный. Можно выращивать в Краснодарском крае, в Ставропольском. И в Ростовской области, где выизревают гибриды ФАО-150. Это такая шкала спелости кукурузы, которая означает, что это среднеспелый сорт. Ну, это дюх Ростовской области. Вот. Можно ли говорить о лечебном эффекте, если без глютена? Да, сейчас это модно, что глютен – это белок запасной пшеницы мягкой, которая главная наша хлебная культура. И некоторым людям эта клейковина плохо переваривается в желудке, из-за того, что каких-то там ферментов у людей может недоставать. Вся проблема решается, если ты питаешься кукурузной мукой в любом виде. В виде лепешки, в виде печенья, в виде каши. Естественно, там глютена нет, потому что запасной белок кукурузы – он не спирторастворимый. Он заинт. Ну, чтобы вам лишнего неправильно не сказать, не буду я о растворимости, он легко усваивается ферментами человека. То есть, болезненных каких-то явлений, которые мы видим с клейковиной пшеницы, не происходит. Это вот то, что уже люди на себе испытали. И, да, вот некоторые, кто к нам обращается, именно имеют проблемы с желудком. Ну, и с кишечником, и так дальше. Поэтому это лечебный продукт, да. Ну, и кавказцы обычно при этом добавляют, что вы же посмотрите, долгожители-то у нас, они питаются кукурузой. Ну, к слову было сказано. А так, то, что она действительно, этот момент имеет, полезный, это да, это бесспорно. Виталий Григорьевич, вот для обычной кукурузы важным критерием является способность доходить до оптимальной влажности на корню. Вот для этой кукурузы это важно или нет? И соответствует ли она этому критерию? Правильно говорите, убирать кукурузу надо тогда, когда она достигла, во-первых, физиологической спелости. То есть налив зерна закончился, больше питательного вещества здесь не поступает. Это влажность 38-35%, ну, может быть, даже 40%. Но есть еще влажность уборочная, потому что когда ты убираешь, то с этим зерном что-то надо делать. А мы знаем, что безопасное хранение зерна происходит при 14% влажности и ниже. Поэтому подход разный у всех. Вот, я считаю, что, допустим, белую пищевую кукурузу, чтобы иметь самое высокое качество этого пищевого зерна, нужно убирать в початке при влажности выше 20%, ну, может быть, 25%, 28%. После этого досушивать в сушилке до влажности 14-13%, в зависимости от того, как мы будем ее молотить, отделять от стержня. Вот, двуфазная уборка. Початка уборочным комбайном, убираем початки, досушиваем их в сушилке, а потом обмолачиваем на это пищевое зерно. И тогда оно получается очень высокого качества. И высокая кремистость сохраняется, меньше травмирования, никаких болезней. Потому что, чем раньше вы убираете початок с поля, тем меньше на нем работают вредители и грибки. Вот. Ну, какие вредители? Вредители, это чаще всего хлопковая совка, она сверху подъедает зерно. Или же стеблевой мотылек, который может в любом месте початка сделать бороздку, эти гусеницы. Вот. А если мы убираем при влажности почти 40%, то они еще не успеют много вреда принести. И зерно получается более здоровым. Ну, и, соответственно, грибки не успевают развиваться, всякие виды кузариозов. Где только повреждено зернышко, тут раз, грибковая плесень. Я ответил на вопрос, что лучше пищевую кукурузу убирать в початке рано. Да. Скажите, по цене это более дорогой продукт по сравнению с обычной кукурузой кормовой? Ну, цена. Вы правильно слово сказали. Есть цена, которая определяется рыночными отношениями. Как правило, значит, в два раза дороже желтая. В сравнении с желтой зубовидной, кормовой, белая в два раза дороже. Ну, например, если желтая кукуруза была в районе 10 рублей за килограмм, то белая была в районе 20. Вот. Год назад 24 рубля, 25. Ходили такие цены. Вот. Вот так пока складывается. Ясно. По сбыту она уходит как раз потребителям Северного Кавказа или есть другие рынки? Значит, с рынком. Рынок неразвитый. Вот в таких республиках, как, допустим, ну, Адыгею взять, он вообще... Очень много личных хозяйств и фермерских выращивают местные сорта и сами его и перерабатывают, и сами его и потребляют. То есть, они выращивают это зерно, делают крупу, муку на своих маленьких домашних мельничках. Это существует. Объем этого рынка никто не измерял. Вот. Ну, если уже взять рынок современный, то тоже он очень узкий. Чтобы, допустим, вырастить это зерно, продать на какую-то мельницу, которая будет ее применять, мельниц мало. Я не обладаю информацией, сколько у нас мощностей занимается вот белой кукурузой. Большую часть все-таки делают желтую крупу. То, что мы видим сейчас в магазинах наших, в розничной сети, там больше крупы желтой. Вот. Белую я практически не встречал. Вот. Может, я мало бывал. Все-таки в городах больше разнообразия больших. Рынок узкий. Объема не знаю. Мы продаем, если взять нас, в пределах 10-15 тонн. Если в тонах. В пассивных единицах, ну, поделить на 20 килограмм. Будет, значит, в пассивной единице, условно, где-то 20 килограмм. Если 10 тонн разделить на 20, то это будет, там, сколько у нас? Тысяча тонна на 20 будет 50 пассивных единиц. А 10 тысяч это будет, ну, может быть, до 5 тысяч пассивных единиц. Вот такая сейчас узкая, значит, узкий рынок семян этой кукурузы. Покупатели. Покупатели в основном в Северный Кавказ, конечно. Вот. Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Адыгея. Вот и все. Ставрополье редко. Ну, там переходно от личного до фермерского. То есть объемы небольшие берут. Люди, так, порядка в районе 10 гектаров может выращивать человек. Вот такие маленькие объемы. И даже гектар может выращивать на огороде. Ага. Ну. А вы занимаетесь этой кукурузой сколько лет? Так как только приехал, значит, с Украины сюда, это начиная с 87-го года, уже я этой кукурузой заинтересовался, потому что работал, значит, на Кубанской опытной станции Зал лаборатории кукурузы. Станция принадлежит Всесоюзному институту растеневодства, как это раньше называлось, МИР имени Вавилова. И в коллекции присутствовали белые сорта, белозерные, из разных мест, в том числе из Северного Кавказа. И это, вот, меня, в общем-то, поразила красота этого зерна. Вот. И с тех пор я начал заниматься. Ну, первый сорт, который мы, сорт, не гибрид, называлась Урванская белая. Вот. Почему так? С Кабардино-Балкарии. Есть там поселок Урвань, Урванский район, и там люди выращивали местный сорт. Мы его причесали к равнине, то есть повысили прочность стебля, меньше полегать стало, и повышили урожайность обычным початкорядным отбором. А потом уже линии начал выводить из этой Урванской белой и из других источников. А появились линии, уже можно получать гибриды межлинейные. И вот, Жемчуг Урвань, это последняя, так сказать, наша разработка, которая работает. В работе еще и другие есть, которые будут когда-то, вот, год-другой. А сейчас это работает. Вот, сестринско-линейный гибрид. Это значит, две линии материнская форма, они между собой родственные, сестринские, а отцовская, не родственная. И получается трехлинейный материнско-стистринский, как мы говорим, гибрид, Жемчуг Кубани, который сейчас работает. А тенденция какая? На одном уровне? На одном уровне, да. То есть, рынок не расширяется. Расширяется. Абсолютно. Потому что потребление муки крупы узкое очень. Ну, Москва берет много муки у нас, крупы. У нас есть небольшая мельница. Вот. И все, собственно говоря. А почему Москва? Потому что там есть, значит, грузинская диаспора, есть рестораны. И это их национальная пища. И, естественно, им это интересно. Грузия сама для себя выращивает. Вот. Абхазия тоже. Семена у нас еще не брали. Все время в их намерении есть, взять, взять. Но выращивают свои местные сорта. По-моему, в Абхазии самая большая концентрация этой кукурузы в единицу площади. Ну, там же побережье, там мало посевных площадей. Но в питании она имеет огромную роль. Она там вытеснила, можно сказать, хлеб. Не то, что вытеснила, это их и есть национальный хлеб. Вот. В Абхазии. Ну, само собой, Грузия и все остальные Кавказские республики в разной степени сохранили культуру, значит, вот этой белой кукурузы. Вот. Блюда очень многообразные. Я просто боюсь, чтобы неправильно не сказать. Вот. Чурека много делается. Это лепешки типа хлеба, которые едятся. И они хранятся хорошо. Только из этой кукурузы. Только из белых. Процентов, когда добавили. Не-не, это в Мирусский уже придумали добавлять в хлеб наш дрожжевой. А у них сто процентов. Сто процентов. Да. Там своя технология, чтобы это можно было, чтобы это было вкусно, чтобы это было мягко. Вот. Но пока так. Вот. Я не думаю, что это плохо. Главное, что это сохранилось. И в любой момент, если будет такой тенденция у людей, увеличится сразу предложение. И будет эта кукуруза в большем количестве, если люди захотят ее больше потреблять. Понимаете? При выращивании удобрения, средства защиты. Все одинаково. Никакой разницы. Все одинаково. Хорошо. Тогда переходим.